здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу задаться вопросом а сколько же стоит бутылка пива или пачка сигарет которую мы просто вот выкуриваем это не праздный вопрос далеко дело в том что многие люди жалуются говорят что мы не можем откладывать мы совсем не можем откладывать и надо же много накопить когда я рассказываю что надо накопить там четыре пять шесть десять миллионов рублей но при этом они просто выбрасывают деньги на ветер и сейчас я просто покажу на простом примере ну скажем есть человек вот когда мы идем мимо мы запросто можем скажем купить бутылку ну скажем условно говоря пиво или купить пачку сигарет или что-то еще сделать там вот есть два товара которые можно купить вот прямо сейчас а можно чуть попозже разница будет сто рублей но мы не задумываемся об этих ста рублях потому что это абсолютно нам ну как бы это мелочь это неинтересно давайте посмотрим во сколько выливается эта мелочь и для этого я хочу вернуться к той самой табличке стратегия накопления о которой я уже так много говорил из-за которой меня так сильно ругали которые может сделать каждый школьник в этой стратегии накоплений вот здесь возраст здесь значит количество лет вернее ну количество оборотов сколько лет прошло и сколько наш возраст будет и смотрите когда мы покупаем вот эту самую бутылку пиво или там пачку сигарет то мы отнимаем ее у кого у того человека мы могли бы искать ее мы просто выбрасываем эти деньги мы можем эти деньги значит если мы можем так легко выбросить мы можем их просто положить и сказать тому человеку которым мы станем в будущем через 15-20 лет о том что вот я для тебя сберег и вы вспомните об этом когда вы будете когда вам будет там 60 лет что вот когда-то вы хотели выбросить эти деньги а вы их сберегли смотрите вот она 100 рублей 100 рублей мы просто вот не истратили не выбросили а положили в на свою вот эту кубырочку на будущее посмотрите ну и соответственно здесь вот доходность дала в первый год там в 2017 году 36 процентов годовых ну давайте если кого-то это смущает пусть будет 24 тоже процента не проблема вот вот она доходность которую дали инвестиции ну вот в 2017 году например и соответственно 124 рубля они продолжают там лежать помните про шкатулочку который сказать ну как бы так сказать сложные проценты через год это 154 рубля через год то 166 рублей это мелочь да правильно же так сказать ну как бы что-то такое 100 рублей мы положили туда но смотрите когда нам было 40 лет мы просто положили денежку 100 рублей 100 рублей отложили тому человеку мы сделали подарок тому человеку которым мы станем когда нам будет сколько там ну скажем 65 лет нынче да возраст выхода на пенсию посмотрите тем самым мы подарили тому человеку которым мы станем через 25 лет 3123 рубля и если пенсия у этого человека который 65 лет составляет извините 10500 рублей то мы на 30 процентов увеличили пенсию всего одна бутылка пива там 100 рублей там но не бутылка пива там но не знаю там пачка сигарет сколько стоит вот ну понимаете 3123 рубля а теперь давайте посмотрим сколько люди выкуривают сигарет если пачка сигарет стоит ну скажем там 100 рублей в день то это соответственно получается сколько там 300 рублей в месяц до 100 рублей 3000 3000 рублей в месяц 3000 рублей в месяц умножаем на 12 получается 36000 36000 36000 300 рублей в год в день 100 рублей в день 100 рублей в день 100 рублей в день 3000 в месяц нетрудно нетрудно посчитать 36000 в год набегает просто так и дальше мы сказать ну мы просто берем и отказались от курения и вот все что мы тратили на курение наша жизнь не изменилась то есть мы стали она стала только лучше мы стали меньше курить мы стали здоровее понимаете мы стали здоровее и мы откладываем по 36000 в месяц по 3000 в месяц через 25 лет у нас 7 миллионов и наш доход от инвестиций при доходности в 12 процентов составляет 63000 рублей в месяц то есть в 6 раз превышает пенсию стоимость одной пачки сигарет в день ну наверное мужики меня за это обругают потому что женщины как только увидят это дело они покажут своим мужьям которые курят и потребуют немедленно бросить это дело вот я увидел эти расчеты они стандартные здесь ничего нового на самом деле вот я увидел эти расчеты их книги покудова и на самом деле они просто заставляют задуматься ну и опять же о пользе вот этой самой таблички стратегия накопления понимаете я использовал именно ее вот такие простые рассуждения позволяют нам с вами стать миллионерами миллионерами вот какова ценность этой таблички она заставляет задуматься и заставляет нас с вами сделать правильный выбор и заставляет нас с вами обеспечить свое будущее поэтому я уверен что она очень важна на самом деле поэтому спасибо за внимание надеюсь что просто ну кому то это может поможет до встречи до встречи с вами был дмитрий но да ну Продолжение следует...